Приветствую, друзья! Меня зовут Николета, и сегодня мы будем говорить о развитии мелкой моторики. Я покажу вам определенные упражнения, которые помогут вам ее улучшить, и тем самым вы сможете получать самые красивые линии и завитки. Друзья, что нужно для того, чтобы стать каллиграфом? Чтобы ваши линии получались красивыми, мягкими. И по долгу своей практики я выделила 4 пункта, и сейчас ими с вами поделюсь. Первый пункт – это, конечно же, большое желание научиться писать. Второй пункт – это подобрать хорошие инструменты и материалы. Третий пункт – это, конечно, нужно понимать и знать, что вы пишете. То есть, если мы пишем острым пером, то вы должны знать, как пишется Каперплейт или Спинцерин. У них вот есть определенные правила. И четвертый пункт – это мелкая моторика. Хочется рассказать про каждый из этих пунктов подробнее и остановиться на мелкой моторике. Зачем нам нужно иметь желание писать? Я на самом деле могла бы и не включать этот пункт в список того, чтобы стать каллиграфом. Ведь, знаете, без желания у вас не будет такой мотивации садиться каждый день за письмо. Потому что на самом деле навыки письма, они развиваются именно за счет постоянной практики. Конечно, в этом смысле мы и развиваем мелкую моторику. Но вот эта вот мотивация – это должно быть у каждого из вас. Вы должны сесть и подумать, почему вы этим занимаетесь. И как только вы найдете ответ на этот вопрос, вы сразу же придете к цели. Второй пункт – я говорила про правильные инструменты и материалы. Конечно, если вы начнете писать и найдете все, что только смогли найти. Прям вот, знаете, тушь гамма, перо-звездочка, прямой держатель – уже хорошо. Но если вы прям поставили задачу получить такие линии, которые вам нужны, конечно, лучше приобрести более чувствительное перо типа Ханта-101. Ну, тушь гамма можно оставить в этом плане. Хорошую бумагу, косодержатель пера. И вот эти все тонкости помогут нам в дальнейшем, вам в дальнейшем достичь красивых лаконичных линий. Теперь по поводу теории письма. Здесь, конечно, на своих лекциях мне вот рассказать, как пишется Копперплей, это очень сложно, потому что это действительно целый курс нужно пройти. Есть определенные правила по степени нажима, по каким пропорциям выписывается тот или иной стиль. В общем, это целая бездна, в которую очень интересно погрузиться. И, тем не менее, зная эти правила, вы сможете их нарушать и создавать свои собственные красивые интерпретации письма. Ну и сейчас поговорим более подробнее про то, как развивать мелкую моторику нашего письма, нашей руки, чтобы получать самые идеальные линии, чтобы были, знаете, вот работа с деталями. Вот когда вы написали слово, было не как-то размазано наспех, просто вот оно написано, чтобы человек подошел, увидел и, ах, ну как все прописано, какое вы уделили большое внимание деталям. И давайте поговорим о ней подробнее. Разберемся с тем, как происходит процесс письма. Вот каллиграф видит букву, и он ее хочет написать. Здесь можно разделить это действие в несколько этапов. Вот первый этап, он визуально считывает эту букву, да, ну или слово, да, и анализирует, как мне поставить перо, где сделать нажим, какой штрих написать в первую очередь. Я, кстати говоря, занимаясь на мастер-классе с ребятами, которые только-только взяли в руки перо, заметила, что вот именно этот первый этап у всех немножко хромает. Но со временем, как только вот человек больше времени проведет с пером, все налаживается. Он уже знает, как писать, да, и никаких проблем в этом нет. Проблемы начинаются в другом, как раз во втором этапе, когда мы уже проанализировали, как получить штрих, где сделать нажим, как поставить перо, и передаем эту информацию нашей руке, мышцам, да, и здесь мы уже должны физически изобразить все, что нужно написать. Тут, конечно, и возникают самые большие проблемы. Именно умение получить то, что нужно, это отличает обычного человека, который взял в руки перо, от каллиграфа. И вот как раз для развития этой мелкой моторики я подготовила комплекс упражнений, которые помогут вам наладить взаимосвязь вот этих вот систем зрительной, мышечной и нервной. Вот таким вот образом выглядит наша пропись. И я расскажу про каждые из упражнений, чем же они хороши, почему их лучше всего выполнять. Ну и, конечно, мы получим от процесса этого письма нашего самое большое удовольствие. Итак, первое упражнение. Учимся ввести тонкую линию. А получение тонкой линии острым пером это такой достаточно интересный и хлопотный процесс, потому что толщина этой тонкой линии может зависеть от нескольких факторов. От выбора пера, от уши, от бумаги, от техники письма. И вот технику письма мы сегодня разберем. Я предлагаю прописать тонкую линию на одной строчке. Ее мы можем получить двумя способами. Ведя пером сверху вниз, вот таким вот образом. В этом случае старайтесь сильно на перо не давить, потому что если вы будете писать мягким пером, то зубчики от малейшего давления начнут разъезжаться, и тонкая линия получится уже не такой тонкой. И второй момент, вы можете получить тонкую линию, выписывая пером снизу вверх. То есть вот таким вот образом. В этом случае вам ни в коем случае нельзя давить на перо. Вы должны выписывать мягко, легко, еле-еле касаясь кончиком пера, бумаги. Почему? Потому что если вы будете делать нажим, то, скорее всего, ваше перышко воткнется в бумагу. И это одна из самых больших проблем у начинающих. Они начинают письмо и говорят, что вот у меня перо постоянно цепляется. Это из-за того, что при движении пером вверх они на него нажимают. То есть попробуйте выписывать поочередное движение сверху вниз и далее снизу вверх. И я как раз предлагаю разобрать это упражнение в трех размерах, писать на одной строчке, на двух строчках и на трех строчках. И вот где же вам пригодится письмо на трех строчках? А вот, допустим, если вам нужно написать буковку А, то есть вы ведете, видите, первый штрих вверх легко-легко, а дальше уже вам нужно будет делать нажим. То есть, видите, в этом случае, чтобы получить вот такую красивую тонкую линию и не прерываться, вам нужно вести пером снизу вверх. Ну и когда вы будете выписывать штрих, который перечеркивает букву, здесь тоже нужно еле-еле касаться пером бумаги. Итак, друзья мои, второе упражнение – это нажим. Умение получать широкие линии – еще одна возможность работы острого пера. И здесь есть один нюанс. То есть, когда мы получаем нажим, не контролируя зубчики, вы можете увидеть, что сверху такая линия начинается с более скругленной части. Я же предлагаю вам прорабатывать вот эти вот площадочки, выписывая полочки. Как получить полочку? Для этого поставьте перо на строку, надавите на него таким образом, чтобы зафиксировать правый зубчик, а левый сдвиньте по строке. Далее введите пером вниз и снизу проделайте все с точностью наоборот. То есть, фиксируете левый зубчик, а правый сдвигаете к левому. И таким образом у вас получатся очень красивые штрихи, такие вот аккуратные, срезанные, такие, знаете, как солдатики. И при выполнении этого упражнения также старайтесь обращать внимание на степень нажима, чтобы он у вас везде был одинаковым, да, и на ритм. То есть, тут мы с вами параллельно еще работаем не только с мелкой моторикой, но и с ритмом, чтобы одинаковое было расстояние между штрихами, чтобы был одинаковый угол наклона, и везде была одинаковая ширина. То есть, в каждой точке. Вот здесь вот, вот здесь вот. Она не должна различаться. И также я предлагаю выписать эти штрихи в трех размерах. То есть, на одной строчке 5 мм, на двух строчках, да, в одном сантиметре, и на трех строчках. В будущем это, конечно, поможет вам работать как с прописными буквами, так и со строчными. И следом третье упражнение. Вот мы с вами поработали с нажимом, а теперь поработаем со степенью нажима. В этом упражнении я предлагаю вам попробовать разбить штрих, чтобы каждый последующий был шире, чем предыдущий. То есть, мы начинаем с тонкой линии, да, потом делаем легкий нажим, потом делаем нажим чуть-чуть посильнее. Четвертый штрих у вас будет прям яркий нажим. Здесь уже по возможности вашего пера, вдруг у вас не получится нажать посильнее, вы можете дальше уже опускаться вниз, делать нажим чуть меньше, меньше, и снова уйти в тонкую линию. И, конечно, разбивать, то есть, градуировать сам штрих вы можете самостоятельно. То есть, вы можете в два этапа переходить к широкой, да, самой части, или в 4, в 5, в 6. Делить можно до бесконечности. И у нас получатся вот такие вот штрихи. Это упражнение очень хорошо помогает контролировать степень нажима. Вот, допустим, у вас есть заголовок в одном и том же тексте. Есть разная иерархия смысла, да. Вот есть заголовок, мы пишем его ярко, с нажимом, да. То есть, буквы у нас получаются крупными, активными, яркими, с мощным таким наплывом, да. А есть основной текст, когда буковки нам нужно писать такими более спокойными, да, без такого сильного контраста. И вот умение переходить от одной степени нажима в другую степень нажима поможет вот это вот упражнение. Следующее упражнение, четвертое, это угол наклона. О, здесь всегда все страдает. Нужно... Почему угол наклона, он меняется, да, почему его сложно контролировать? Потому что наша, так скажем, голова, наш визуально-зрительный центр, он почти всегда находится в одном и том же положении. Мы не сдвигаемся, как машинка, переходя по строке. То есть угол меняется за счет того, что нам визуально нужно его каждый раз контролировать. И вот это вот упражнение, оно помогает поставить штрих под нужным углом. То есть мы берем его и выравниваем. То есть вот у нас под углом 52 градуса, вот штрих под углом 90 градусов, чтобы вы могли почувствовать, что вот угол есть. И вот он таким вот образом меняется. В моей прописи я предлагаю угол наклона, как бы стандартный, 55 градусов. Но вы можете его варьировать, писать под углом 52 градуса. Здесь уже как вы захотите. Следующее упражнение называется плавный переход. Ой, друзья мои, мы перешли к самой интересной части письма острым пером. Вот умение сделать красивый переход от тонкой линии к широкой, это показатель мастерства каллиграфа. И как раз таки, если вы научитесь контролировать вот этот вот нажим, научитесь писать по определенной траектории нужную ширину, вот здесь вот вы сможете достигнуть хорошего мастерства. Я предлагаю писать по прямой линии. Хотя, хотя, далее вы в каллиграфии встретите линии совершенно другой формы, у которых меняется степень нажима. Вот, допустим, допустим, вот есть базовая линия в прописных буквах, да. Видите, какой красивый получается переход от тонкой линии к широкой, да, и снова в тон, из широкой в тонкую линию. Вот, мы же не будем сейчас работать по какой-то траектории, да, мы сейчас сделаем яркий акцент только на плавность перехода. Поэтому по прямой линии, из тонкой линии мы переходим в широкую. Что здесь нужно учесть? Что, конечно, вы можете варьировать нажим, да, делать его активнее или наоборот меньше, можете сразу переходить. Но особенность письма в том, что в каждой, в каждой точке размер, ширина вот вашего элемента, вашего штриха должна быть разной, не похожей на предыдущий, да, шаг. Именно таким образом мы сможем достичь нароста, да, штриха. То есть, если вы получите штрих с одинаковой шириной, то вот здесь вот уже как бы нет никакой игры линии, да, мы просто получили горизонтальный штрих, у которого начало такой с тоненькой линией. Здесь же мы вот прям давайте попробуем сделать переход. Вот первое упражнение из тонкой линии в широкую, да, линию. Теперь из широкой линии в тонкую линию здесь тоже. Кстати говоря, пишите в комментариях, что вам получается проще делать. Из тонкой линии в широкую переходить или широкой в тонкую? Или что вам больше нравится, да? Вот я, оказывается, люблю из широкой линии переходить в тонкую линию. Вот. И здесь тоже внимательно. Смотрите, друзья мои. Вот мы получили тонкую линию здесь, да, и тонкую линию здесь. В этом случае вы должны ее начинать как бы из бесконечности, чтобы вот визуально не было понятно, откуда она начинается. Она вот просто пришла, она образовалась. То есть к чему я веду? Столько волшебства, сейчас мы говорим. Вот. К чему я веду? Что вот сравните два штриха, да? Вы видите, что вот здесь вот такой контраст есть, да, переход ширины. Но видите, какой не получился красивый кончик. Какой вот он получился вот туповатенький. Или вот в этом случае, да, когда у нас линия, вот видите, как вот она, вот здесь вот она врезается в бумагу и растворяется, будто нотка, да. Вот попробуйте на фортепиано нажать ноту и не убирать из клавиши. И вот звук, он растворяется. Вот в этом случае у нас он просто как бы произошел и все, он оборвался, да. Здесь хотелось бы такого продолжения. Вот на это обращайте внимание. Дальше еще два упражнения. На эту тему я предложила, как в качестве просто разнообразия, да, что мы переходим из широкой в тонкую, снова в тонкую, потом и в широкую. Вот такой вот получились, ну, песочные часы, да, где тонкая линия вот в этом месте должна быть звенящей тонкой, да, чтобы этот переход получился. Ну и наоборот, такие вот щели в тонкую. И главное здесь следите за тем, чтобы они были симметричны. В этом месте и в этом месте. Начинаем с тонкой линии, плавный нажим и опускаем его. То есть самая широкая часть должна быть на середине. Ну и, конечно же, ритм, ритм, да. Это все соблюдаем. Следующее упражнение, тоже очень важное, шестое, называется имитация письма. В чем его преимущество? Тут мы видим одни и те же штрихи, но все дело в последовательности письма. Мы ведем тонкую линию снизу вверх, далее широкую линию, линию с нажимом сверху вниз. Далее снизу вверх снова ведем тонкую линию, при этом помним, да, как мы должны ее вести, еле-еле касаясь пером бумаги. Очень нежно, очень легко. Как будто бы это не лист бумаги, а лист цветочка, да, что вот вы боитесь его поранить. Острое перышко такое у нас с вами. А когда сверху вниз, мы очень четко с нажимом ведем. Вы догадались, да, в чем особенность письма? Что когда мы пишем коперплейтом, любую букву, да, любое слово, по элементам, да, мы встречаем вот такую вот технику, что мы ведем вверх, потом вниз с нажимом. Мы ведем вверх, легко вниз с нажимом. Вверх легко, потом снова вниз с нажимом. Легко без нажима, с нажимом. И вот как раз сложность, когда вот ты пишешь каллиграфией, что тебе нужно руку расслабить, снова напрячь, расслабить, снова напрячь. И вот я предлагаю выполнить такое вот очень интересное упражнение. Снизу вверх, сверху вниз. Попробуйте не торопиться. Видите, мы пишем каждый штрих отдельно, очень аккуратно, очень спокойно, не забываем дышать. И следующее заключительное упражнение, которое поможет вам ориентироваться в строке. То есть, когда мы выписывали все эти упражнения, мы должны были вписываться в строку. Здесь же мы на это акцентируем наше внимание. С каждым последующим штрихом мы будем завершать, опускаться на нижний, на нижний, более нижний уровень. И таким образом контролировать, правильно ли вы выписываете. Потому что, когда мы, допустим, вот я написала, коперплейтам при, да, вот здесь вот я контролировала, где мне нужно остановиться, где нужно начать. Вот это вот упражнение помогает ориентироваться в строчках. Вы можете писать не только прямые линии. Тут можно выписывать и разные элементы. Допустим, овалы, да. Ориентироваться в строке – это тоже очень важный параметр. Видите, вот здесь, когда я веду пером вверх, главное не запнуться. Сейчас я пишу на склейке бумаги Фабриана, и она достаточно жесткая, вот эта вот бумага. И поэтому нужно контролировать, особенно тщательно письмо. Тут главное не сбиться. Вот такие нехитрые упражнения. Я думаю, вы их можете под себя немного адаптировать, но перед каждой практикой я предлагаю их распечатывать, прописывать. Таким образом, вы не только мелкую моторику будете развивать, но и разогревать вашу руку перед письмом. Друзья мои, я благодарю вас за просмотр. Пусть каллиграфия будет приносить вам большое удовольствие. Скачать пропись вы можете в описании к этому видео, а ваши лайки и подписка только поддержат меня писать новые интересные видео. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok